Сегодня у нас короткий, но очень актуальный выпуск, посвященный артутным градусникам, а именно тому, что следует делать в случае, если вы случайно разбили это измерительное устройство. Здравствуйте, мои хорошие! Ежегодно, с приходом осени и холодов, увеличивается количество простудных заболеваний. И в этот период незаменимым помощником в каждом доме становится градусник. Хотя на аптечных прилавках давно обосновались электронные и инфракрасные термометры, многие до сих пор отдают предпочтение артутным измерителям температуры, самым большим минусом которых является хрупкость. А как нам известно, еще со школьной скамьи, ртуть и все ее соединения являются достаточно опасными для здоровья человека. Так что же делать в случае, если произошло такое неприятное событие, и в вашей квартире разбился ртутный градусник? Давайте обратимся с этим вопросом к профессионалам, а именно к сайту МЧС. Демеркуризацию, а проще удаление ртути различными способами с целью исключения отравления людей и животных, можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи спасателей или специалистов-химиков. Достаточно знать правила поведения, чтобы не отравиться парами ртути, если вы разбили дома градусник. Итак, что делать, если вы разбили градусник? Специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты говорят, что разбитые градусники – самая частая жалоба от населения. Особенно часто спасателям приходится реагировать на такие вызовы во время эпидемии гриппа. В организм человека ртуть попадает при вдыхании ее токсичных паров. Они наносят непоправимый вред здоровью. Сонливость, головокружение, тошнота – только первые признаки отравления. Признаки острого отравления – металлический привкус во рту, острая головная боль, насморк, боль при глотании, покраснение и кровоточивость десен. Ртуть может поражать центральную нервную, ферментативную и кровотворную системы организма. В медицинском термометре содержится примерно 2 грамма ядовитого металла. Чтобы безопасно его собрать, нужно предпринять следующие шаги. Первое, что нужно сделать – открыть окна для проветривания помещения. Затем надеть резиновые перчатки, влажную марлевую повязку или респиратор и приступить к сбору. Проще всего собирать шарики ртути при помощи резиновой груши. Не менее эффективен сбор при помощи медицинского шприца без иголки. Можно собрать с помощью двух листов влажной бумаги. Самые мелкие и почти невидимые частицы ртути лучше собирать с использованием широкого канцелярского скотча. Пылесос использовать нельзя, иначе он тоже станет источником распространения паров ртути. Не рекомендуют специалисты подметать ртуть веником или вытирать тряпкой. Это приводит к увеличению зараженной поверхности. Ни в коем случае нельзя собранную ртуть выливать в унитаз или выкидывать в мусоропровод. Собранную ртуть необходимо поместить в емкость с обычной водой и герметично закрыть. Туда же поместить средства, которые использовались для сбора. Все они подлежат утилизации. На месте разлива ртути необходимо провести химическую обработку. Пол и соприкасающиеся ртутью предметы необходимо помыть концентрированным раствором, состоящим из одной столовой ложки любого стирального порошка, одной ложки пищевой соды, одного колпачка хлор-содержащего средства, доместос или белизна, или раствора марганцовки на один литр воды. Герметично закрытую банку, собранную ртутью, необходимо сдать в специализированную организацию, осуществляющую ее прием и утилизацию. А на этом на сегодня все. Ссылка на озвученный материал будет в описании к видео. Берегите себя и близких. Не болейте. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!